МОДА ФЕСТ Даже малыши. Детьми-моделями действительно остается лишь восхищаться. Они заряжают позитивом всех зрителей. Начинающие стиляги в нарядах, которым могут позавидовать даже взрослые. Дети перед выходом на сцену демонстрировали свои наряды и аксессуары друг перед другом, уже в фойе. Они совсем как взрослые подбадривали друг друга и давали ценные указания. Модели в своих блестящих платьях перемещаются от одного дизайнера к другому, чтобы примерить новые наряды. Еще потрудились над созданием образа визажисты и стилисты. Они делали макияж и уложили волосы, чем и восхитили зрителей. Переполох в обстановке творческого хаоса. Участники, несмотря на напряженную работу, излучают энергию радости и, конечно, позитива. Особенно маленькие. Девочки, вы участвуете в показе. Что вам нравится? Нам нравятся наши наряды, которые нам подобрали. Нам нравится ходить как модель. Что ты будешь показывать? Моду. Мне тут очень больше всего нравятся наряды, которые к нам подобрали и какое награждение будет, потому что мы там будем в очень красивых платьях. Я пришел на модный показ. Может, я хочу, чтобы меня показывали по телевизору. Организаторы моды подчеркивают, что каждый ребенок, красив по-своему, нужно только помочь ему в поисках собственного стиля. Особенно помогли в этом деле магазины модной одежды для девчонок и мальчишек, увидев и подчеркнув в каждом его индивидуальность. Местные модельеры в области моделирования и дизайна одежды, как этнической, так и современной, также не упустили возможность продемонстрировать свои наряды на показе. При правильном подходе такие мероприятия развивают не только современную моду, но и помогают сохранить традиции. Душевные мелодии создали особую атмосферу праздника и понимание того, что эта музыка олицетворяет Россию во всем ее национальном многообразии. Профессиональная команда создала уникальные образы для моделей, чтобы каждая деталь выглядела безупречно. Приняли участие в фестивале Мода Фест более 100 человек. Организатор мероприятия – фэшн-агентство «Леди Групп» при содействии Министерства культуры Карачаева-Черкесии, партнерстве Международного союза дизайнеров и Творческого союза художников России. Мода является очень важной частью креативных индустрий, креативной экономики. И у нас в Карачаево-Черкесии здесь мощнейший для этого потенциал. Большое количество цехов, большое количество производителей трикотажной, текстильной продукции. Но наши дизайнеры пока еще ищут своего клиента, ищут себя, представляют первые коллекции. Нам очень приятно, что удалось поддержать такую хорошую инициативу. Впереди у нас следующие шаги. Мы сейчас совместно с нашими коллегами из Министерства промышленности, из Министерства экономического развития подготовим для всех участников этого фестиваля программу развития, потому что сегодня есть мощные меры государственной поддержки. Каждого дизайнера государство готово поддержать. Хочу сказать, для дизайнеров, которые сегодня принимают участие, это первый шаг в следующую категорию дизайнеров. Конечно, хочу сказать, я уже посмотрела, очень хорошие коллекции, очень хорошие дизайнеры вот здесь. Особая энергетика украшений из крупных камней, бисера и кожи ручной работы заворожили всех в зале. Изготавливает их из-за ротуаршего. Ее коллекция представляет собой уникальное сочетание традиционных мотивов и современных тенденций. Огромное спасибо Министерству культуры, которое поддержало эту идею. И я надеюсь, что дальше подобные мероприятия в более масштабном формате, учитывая многонациональность нашей республики, у нас очень много талантов. Такие мероприятия будут мотивировать и двигать наших детей вперед. Перед показом предшествовала большая работа, техническая и генеральная репетиция, примерки и постановки. Фестиваль моды создан для популяризации творчества авторов в области моделирования и дизайна одежды, как этнической, так и современной. Режиссером-постановщиком фестиваля «Мода-фест» выступила руководитель модельного агентства из Невиномыска Ольга Хавшабова. В показах очень много моделей, очень много нарядов шикарных. Дизайнеры просто талантливые в нашем регионе. Это нужно поддерживать. Огромное спасибо за приглашение, за то, что Министерство культуры Карачао-Черкесии поддержало этот проект. Это искусство, это эстетика, это красота, это надо нести в жизни, это надо воспитывать в детях, в подростках, в молодежи. И огромное спасибо организатору Эбзеевой Асия за приглашение. Продемонстрированы разнообразные модели, отражающие уникальный стиль и художественное видение авторов. Это событие собрало множество зрителей, проникшиеся духом творчества и инноваторства. Гостью мероприятия стала и профессиональная модель Евгения Кертова. Она отметила, что участие самых маленьких моделей в таких мероприятиях является особенно значимым. Это позволяет детям проявить свою индивидуальность, развить уверенность в себе и научиться работать в команде. Кроме того, такие показы могут вдохновить юные поколения на выбор профессии в сфере моды и искусства. Я являюсь гран-при Мисс Карачаева Черкесии 2023 года. Участие в прошлом году мне принесло этот титул. На самом деле, конкурсы красоты – это не о конкуренции и не о внешней красоте. Это больше про внутреннюю красоту и про поддержку. Это, конечно же, дает уверенность в себе, новый опыт, очень много знакомств и, конечно же, неповторимые эмоции. Юные модели гордятся своими выступлениями и получают комплименты от зрителей в виде аплодисментов. Главное – на показе делать все, как нас учили делать на репетициях. И будет все нормально. Я чувствую волнение, но в этот же момент я чувствую радость. Фестиваль моды дал возможность как детям, так и взрослым насладиться красочным шоу, ощутив атмосферу праздника, красоты и стиля. Он подарил радость всем участникам, позволив людям раскрыть свой творческий потенциал, насладиться модой и поделиться позитивными эмоциями друг с другом. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево, Черкесия.